Детский отдых Детский отдых Детский отдых Там все эти профсоюзные наши санатории. Затем пансионат Урсдон также относится к профсоюзной организации. Наши социозащитные учреждения – это Горный воздух, Центр отдыха и оздоровления детей. Потом Доброе сердце, Феникс, наш реабилитационный центр Томиск, всем известный. То есть это основные те учреждения, которые сейчас на данный момент занимаются отдыхом и оздоровлением детей. Есть также еще «Звездочка» – это муниципальный лагерь, который относится к администрации города Владикавказ. Самые основные я назвала, наверное, на сегодня. Насколько мне известно, в санатории Томиск сейчас живут эвакуированные люди с новых российских территорий. Но санаторий Томиск по-прежнему функционирует? То есть он будет принимать детей на отдых? Да, конечно. У нас с прошлого года, как вы знаете, с марта прошлого года, граждане, которые были вынуждены покинуть те территории, они находятся в пунктах временного размещения, в том числе и в нашем реабилитационном центре Томиск. Кроме этого, еще в Осетии, в санатории Осетия, и в санатории «Юность», который относится к ведению Министерства здравоохранения Республики. То есть вот на сегодня три пункта временного размещения у нас действуют, функционируют. Ну, могу сказать, что и в Осетии, и в нашем Томиске параллельно осуществляется оздоровление наших детей, детей нашей Республики. Эта работа выстроена четко, системно. И те дети получают отдых и оздоровление, имеется в виду дети с тех территорий, ну и также наши дети параллельно. Если не брать в расчет пришкольные лагеря, то какие категории детей могут рассчитывать на путевку в санаторий, в оздоровительный лагерь? В принципе, вообще, я могу сказать, что упор, конечно, делается на тех детях, которые оказались в трудной жизненной ситуации, их семьи. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, дети народных дружинников у нас, тоже такая категория есть. Потом, конечно же, в этом году приоритетной категорией являются дети участников специальной военной операции, особенно из семей погибших ребят. Сейчас нашими комплексными центрами социального обслуживания проведена такая работа, что все, в принципе, семьи информированы о возможности получить путевку в детский лагерь. Ну и ведется работа по отправлению вот этих детей из этих семей, в том числе и на Черное море. А вот я хотела об этом как раз спросить. Выезжают ли наши дети на Черноморское побережье? Да, мы, как и в прошлом году, в этом году запланировали выезд. У нас где-то 1800 мы планируем оздоровить на Черном море детей. Ну и те же самые категории. Дети из малоимущих семей, я не сказала, вот это так вот тоже категория. Дети из многодетных семей. Ну то есть наши социально незащищенные категории в основном мы охватываем. Не менее 80% от всего количества детей – это дети вот из этих категорий, которые я назвала. Куда следует обращаться, чтобы получить соответствующую путевку? Обращаться необходимо в наши комплексные центры социального обслуживания населения. У нас их 12. По району, да? Да. По месту жительства. Нужно написать, вот что необходимо в первую очередь делать – это написать заявление. Заявление это действует в календарный год. То есть вот родитель пишет заявление, и мы рассматриваем это заявление в течение года и стараемся удовлетворить потребность. И потом, когда уже заявление написано, наши сотрудники помогают в сборе документов, объясняют, какие документы нужны. Там нужно и доходы представить, чтобы определить малоимущая семья. Справка о доходах. Да, да. И таким образом уже критерии предоставления этих путевок устанавливаются. Либо это на бесплатной основе, либо там 10% необходимо заплатить, либо уже 50% в зависимости от дохода семьи. Ну, я думаю, даже вот эти 10% – это не такая уж большая сумма. То есть в основном либо бесплатники у нас, либо вот платят 10%. Средняя стоимость путевки, могу сказать, в зависимости у нас уже разные учреждения, социозащитные, там стационары, не стационары. И на Черное море другая стоимость путевки. Ну, в среднем где-то выходит 20 тысяч, одна путевка на ребенка обходится. Средства у нас заложены в республиканском бюджете на эти цели. То есть все предусмотрено на этот год. Постараемся, чтобы организовать такой досуг летом для детишек. И чтобы он был интересный, насыщенный различными мероприятиями. Могу также сказать, что у нас профильные смены проводятся. И в наших социозащитных, и в пришкольных лагерях. Министерство образования очень старается. Там у них целая программа. Вывозят детей на экскурсии, в музеи. То есть профильные смены направлены на развитие детей. То есть не просто, что... То есть вы сейчас говорите о пришкольных лагерях? Я обо всех говорю. В наших социозащитных, в санаториях также проводятся профильные смены. И в пришкольных лагерях, естественно, это поручение главы республики. И в прошлом году так была выстроена работа. Ну и в этом году. Вы сказали, что заявление рассматривается год ведомством. То есть детей могут отправить и не летом, да? Да, у нас есть еще и осенний период. Тоже и в наш томиск мы отправляем детей в осенний период. Еще кроме путевок вот именно для детей, мы осенью направляем по типу мать и дитя на Черное море. Это тоже очень востребованные путевки. В основном это дети, либо дети-инвалиды, либо с ограниченными возможностями здоровья. Мы их отправляем на Черное море. Также с мамами уже, дети более младшего возраста, так скажем. Это в какой город, в какой санаторий они отправляются? На Черное море. На Черное море мы отбираем там лагеря. Вот в этом году у нас где-то... То есть постоянно с каким-то одним лагерем сотрудничества нет, да? Ну, мы, допустим, в прошлом году куда отправляли, по сути, нам понравилось. Мы же проводим конкурсные торги. Если этот санаторий выйдет, опять мы будем только рады. Но предварительно, вот в феврале месяце наша рабочая группа выезжала на побережье. Мы смотрели, я сама лично тоже была в этой рабочей группе, смотрели лагеря. То есть чтобы условия для детей были нормальные, ну вот, обследовали. И сейчас у нас как раз 4 или 5, по-моему, лагерей, которые принимают наших детей на Черном море. Сколько таким образом детишек и их родителей смогли отдохнуть за минувший год? За минувший, может быть, точно не скажу, но где-то полторы тысячи отдохнули. Да, в прошлом году на Черном море отдохнули. Более 200 именно вот по типу мать и дитя поехали уже осенью. Более 200 семей. Куда они поехали? На Черное море. Ну, уже же был выезд, то есть в Анапу там или что-то. Я хочу просто подвести к тому, что, например, если в Анапу, то, скорее всего, там оздоровительный какой-то санаторий был. Да, 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 в Анапе. У нас в Анапе был и в Геленджике санаторий. Ну, вот, насколько я знаю, что Анапа полезна для аллергиков, да? То есть отбирали по диагнозу? Да, да. Ну, Анапа вообще издавна считается именно для детей таким курортом. Там, во-первых, и море вот это безопасное. Ну, и вообще климат, он очень подходит для оздоровления детей. Какие еще программы реализуются для детей в нашей республике? Программы, вы имеете в виду меры социальной поддержки? Да, меры социальной поддержки. Ну, нашим министерством, вы знаете, продолжают осуществляться детские пособия для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Потом на третьих и последующих мы доплачиваем, ну, как бы завершаем этот процесс. Потом они плавно переходят уже в ведение социального фонда и получают там право на единое вот это пособие, которое установлено с 1 января текущего года. Для детей у нас много различных каких-то мер соцподдержки. Это мы, во-первых, все праздничные мероприятия проводим с детьми, да, из малообеспеченных семей. Новогодние праздники и День защиты детей. Ну, наши реабилитационные центры функционируют круглогодично для детишек с ослабленным здоровьем. Ну, то есть вот стараемся. Как организован отдых детей именно в пришкольных лагерях? Чем там дети занимаются? В пришкольных лагерях, ну, я сама как мама, и у меня младшая дочка изъявила такое желание посещать пришкольный лагерь. Он функционирует не целый день прям, ну, где-то с 9 до обеда. Их кормят, у них бывает завтрак, обед. Их вывозят, как я уже повторюсь, на экскурсии, в музеи. Знакомят с традициями осетинского народа, с историей нашего народа. Ну, и не только наша вообще Россия, да, стараются как-то, ну, не просто, чтобы они, да, сидели. Занять ребенка, да? Да, творчески, чтобы развивались. Там кто-то рисует, ну, по желанию уже там смотрят по возможностям детей, по их желаниям. Пришкольные лагеря бесплатны? Да, да, бесплатны. В этом году стартовала новая инклюзивная смена. Расскажите подробнее о ней. Да, у нас вот первый такой опыт в этом году. Мы на базе нашего детского дома-интерната «Ласка» организовали инклюзивную смену. Она будет осуществляться в течение всего лета. Четыре потока, по 12 детей у нас будут находиться там в каждом потоке. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, с ментальными нарушениями. В основном это детишки с синдромом Дауна. И инклюзия предполагает, что эти дети совместно со здоровьем и детьми будут проходить вот этот отдых. И, ну, в основном это, конечно, их кровные родственники, братья и сестры посещают этот лагерь. Мы были на открытии первой вот этой смены. И очень дети радовались. Очень им интересно. Их также там всевозможными гончарное дело, есть мастерские какие-то, и оздоровительная программа предусмотрена. То есть и будут проводить занятия ЛФК, физиопроцедуры делать. То есть еще и оздоровительные процедуры. Да, да. У нас хорошая база на базе нашего детского дома «Ласка» физиотерапевтическая, имею в виду. И поэтому посмотрим. Я думаю, смена будет вот таким каким-то новшеством. Назвали ее «Седьмой лепесток». Такое название интересное, да. Ну и есть потребность, на самом деле. К нам обращалась общественная организация «Время перемен». Это мамы детей с синдромом Дауна. У них помимо детей до 18 лет, которые считаются детьми, есть, конечно, уже семьи, в которых… Те же самые дети, но старшего 18 лет. И тоже была вот потребность такая, они очень сильно просили что-то придумать. И мы на базе Центра дневного пребывания в городе Владикавказ организовали им тоже отделение такое реабилитации, социальной реабилитации. И сейчас у нас там тоже уже посещают этот центр первые, так скажем, «Ласточки». Ну, пока что все довольны. Ну, вот эту смену, которую вы организовали на базе Центра «Ласка», а почему была необходимость в этой смене? Ну, потому что эти дети, они, по сути, закрыты. Да, вот они сидят дома, они… их надо в летний период особенно. Так-то их вроде обучают вот в этих коррекционных школах. Упор вы сделали именно на социализацию этих деток? Да, да, конечно, конечно. Какие занятия будут проводиться с ними? Там и творчество, там и гончарное дело, ну, там различные. Будут их вывозить, вот вывозили их к лошадкам. Не могу точно назвать место, но вот вывозили, уже мне видео скидывали. Ну, то есть вот будут каждый день что-то новенькое им предлагать. Планируете ли сделать эту смену постоянной? Планируем. Знаете, вот как пойдет, мы посмотрим уже по результатам летнего периода и хотим что-то вот более такое круглогодичное. Вы раньше взаимодействовали с организацией «Время перемен»? Да, да, с общественной организацией. Ну, у них, знаете, у них какой-то был стереотип. Они вот когда услышали «Детский дом Ласка», и я им сказала, нет, подождите, давайте вы пока пойдете туда, посмотрите, а потом уже будете решать. Вот они когда уже пришли, посмотрели, им все понравилось, а сейчас они даже детей не хотели на ночь оставлять сначала. Я говорю, без проблем, мы вам пойдем навстречу, не оставляйте. То есть если мама не хочет, как мы можем, да, заставлять. Но сейчас уже и дети остаются, и спокойно родители к этому относятся, спокойно на все реагируют, и детям очень нравится. Ну, помимо вот такой интересной смены, инклюзивной, да, которую я рассказала, в принципе, она у нас проводится не только для таких деток, различные есть степени ограничения возможностей, да, не только ментальные, ну, там, в движениях есть ограничения. Мы проводим такие смены на базе нашего реабилитационного центра Томиск, то есть там тоже есть инклюзивные смены. Затем мы проводим профильные какие смены? Совместно с МВД республики мы проводим смену Патриот. Она в прошлом году была проведена на базе санатория Томиск, который вот профсоюзный санаторий. В этом году также планируем на базе этого санатория. В прошлом году 130 подростков прошли отдых, получили отдых в этой смене. Ну, это смена для тех подростков, которые состоят на профилактическом учете. Она позволяет их как-то... Чуть-чуть перевоспитательный, да, процесс такой проводится совместно. Там с ними всю смену проводят сотрудники органов внутренних дел, воспитатели. Чем занимаются ребята в этих сменах? Ну, больше там трудотерапия какая-то, там и спорт, упор делается. То есть вот такая смена. Потом у нас первый поток, который проводится в Томиске, в санатории и в Урсдоне, это в основном потоки для спортсменов, для воспитанников спортивных школ, Олимпийского резерва и так далее. То есть они проходят вот этот первый поток на базе Урсдона и Томиска. Ну, вот, наверное, пожалуй, все о таких самых основных сменах я рассказала. Я помню, несколько лет назад в республике была смена, посвященная военному делу. Она есть еще или нет? Патриотическая, БАЛС, ГОРИС, да. Но, к сожалению, у нас много очень учреждений оздоровления, отдыха детей. Они ушли с реестра, то есть они сейчас не занимаются этим. И мы сейчас ищем возможности какие-то восстановить, во-первых. Вот нам сейчас, как раз, Министерство просвещения России, у них есть программа по развитию инфраструктуры детских лагерей. И есть два направления. Это по возведению быстрых модульных конструкций. То есть сейчас это тоже модно и востребовано. И мы подали... И наименее затратно. Да, наименее затратно. Мы подали три учреждения наших. Ну, одно не наше. Горный воздух и Доброе сердце. Это наше. И КомАРТ, который также ушел с реестра. Но очень сейчас они заинтересовались вот этой темой. Если Министерство просвещения нас поддержит, получится нам, во-первых, увеличить мощность наших лагерей. И вот как раз на базе КомАРТ проводили вот эти смены. БАЛС, ГОРИС, о которых вы спрашивали. Почему эти организации ушли с реестра? Что это значит? Ну, я не могу на этот вопрос ответить. Это решение их собственников. А, да, я думала, может быть, они проходят какие-то лицензии. Во-первых, много... Ну, мое мнение. Много требований сейчас и по пожарной, да, вот этой защищенности, по антитеррористической. Очень много условий, по которым должна соответствовать организация. Необходимо вкладывать средства, да, в развитие организации. Модернизировать, улучшать материально-техническую базу. Поэтому, наверное, ну, может быть, нет возможности. Вот сейчас, если эта программа получится у Министерства просвещения поддержать нас, кроме вот этих быстровозводимых, у них есть другое направление. Это капитальный ремонт и реконструкция. Возможно, мы тоже подали два объекта. И надеемся, что нас поддержат, да. Потому что нуждается, допустим, наш горный воздух нуждается в столовой, в строительстве столовой для детей, в строительстве медицинского какого-то блока. Ну, любое учреждение нуждается в развитии. Понятно, что каждый год необходимо хоть какие-то средства вкладывать по этому. Сейчас вообще строятся ли современные какие-то лагеря, оздоровительные центры именно для детского отдыха или нет? Или это все, что у нас есть, наследие Советского Союза? Да, пока что все, что есть. И пока есть те объекты, которые необходимо развивать. Ну, на это все нужны средства. И мы надеемся на поддержку федерального правительства. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.